В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте в ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Быть мамой – это не только воспитывать детей и нести за них ответственность, это еще и возможность принять участие в проекте «Мамочка года». Финал конкурса состоялся недавно в Челябинске, а прямо сейчас репортаж от команды Beauty Time TV. Мамочка года для мам и для детей. Участницы все очень разные, они все шли за новыми эмоциями и по ходу проекта видно, как они раскрываются, что-то новое узнают о самих себе, по-другому смотрят на взаимоотношения с детьми, с семьей, по-другому относятся к самой себе, начинают больше времени уделять для себя любимой. Мамы ездят на выездные экскурсии, работают с психологом, изучают английский язык, учатся рисовать, знакомятся, проводят вместе время. Помимо этого, мамы получают удовольствие как женщины. Конечно, спа-процедуры, расслабление, фэшн – все это есть «Мамочке года», что, соответственно, и очень нравится нашим участницам. Мамочка 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 Кроме друзей и родственников, которые пришли поддержать участниц, за проектом с удовольствием наблюдали и партнеры. Мамам очень нужно вспоминать о том, что они еще и женщины, и заботиться о себе в первую очередь, потому что наполненная мама, которая знает, что она красивая, что она творческая, что она многое может, она дает, эту уверенность передает своим детям, мужу. То есть, уверенная мама, спокойная мама – это залог счастья в семье. Я думаю, люди, которые приходят на такие проекты, они чувствуют себя более гармоничными, более окрыленными после проекта. Такие проекты нужны нашему городу для того, чтобы женщина, даже когда является мамой, могла почувствовать, что она еще и женщина, что она может быть красивой, творческой, что она может развиваться и быть примером для своего ребенка. Потому что, когда мама развивается, то и ребенок развивается рядом с ней. Это очень актуально в наше время, потому что вы знаете, что сейчас жизнь быстро-быстро набирает темп. И поэтому те, кто в тренде, те, кто разбирается в области красоты, они всегда на высоте. И тем более для наших мамочек потрясающих, чтобы они как-то могли раскрыть себя не только с детками. Поэтому для них, я думаю, что замечательные такие проекты. Это просто необходимость в наше время. Для мамы с ребенком это, конечно, очень важная работа, потому что это новые взаимодействия и открытие для ребенка своей мамы с новой стороны, которую, возможно, ребенок никогда не видел. И для мамы это возможность увидеть и своего ребенка тоже с какой-то новой стороны, с какой-то новой грани, которая, возможно, до этого была закрыта. Все участницы проекта безумно разные, но их объединяет одно – это любовь к детям, любовь к себе и любовь к семье. Участие в подобном проекте стало отличным шансом хорошо провести время со своими близкими, наполнить себя позитивными эмоциями и подарить их своим родным. Если вы давно хотели принять участие в подобном проекте «Изменить себя и свою жизнь», то прямо сейчас идет регистрация на сайте мамочкагода.рф на новый 12-й сезон, главным призом которого станет поездка в Диснейленд для всей семьи. Профессия стилиста сегодня настолько популярна, что привлекает к себе большое количество внимания. Некоторые пользуются услугами персональных шоперов или разбирают гардероб с помощью специалистов, кто-то следит за их деятельностью в социальных сетях, ну а некоторые посещают мастер-классы или события, например, формата Fashion Day. Проект Fashion Day в этот раз был посвящен не только модной одежде. Перед гостями выступили ювелирный эксперт, нутрициолог и специалист в области парфюмерии. Это моя история постоянного обучения. Я решила обучить Челябинск, пригласить самых крутых спикеров в своих областях, чтобы они дали знания нашему городу. Формат все-таки не ярмарки, не маркета, а именно такого модного дня, когда ты можешь познакомиться со своими коллегами, когда ты можешь познакомиться с людьми, о которых ты знаешь, но никогда не слышал. Почти на всех стендах представляют бренды, собственники бизнеса, либо дизайнеры. Это очень интересное знакомство, можно пообщаться и уже из уст в уста получить информацию о том, как носить одежду, как носить украшения правильно. Это очень ценная информация. Мы привыкаем к определенным образам, мы привыкаем к определенной подаче, подаче брендов, подаче красоты. А когда мы приходим сюда, мы можем по-другому посмотреть на мир, на себя, примерить какие-то новые вещи. Первое слово берет стилист Наталья Семенова из Екатеринбурга. Она представила сразу две актуальные темы. Первую часть я посвятила карьере начинающего стилиста, либо бьюти-мастера, того, как он может найти свою нишу на рынке и добиться мирового признания и успеха. А вторая часть, вторая лекция будет посвящена стильному коду современной девушки, то есть на что обратить внимание, какие существуют лайфхаки и как быть стильной, но при этом не быть в массе идентичных людей и не быть похожей на какого-то клоуна. Узнать о том, что модно сегодня не составляет труда. Источников этой информации в наши дни больше, чем когда-либо. Именно поэтому мы спросили экспертов проектов Fashion Day о том, что теряет свою актуальность. Антитренд, например, первый заключается в том, что не нужно создавать псевдо-стиль. Что такое псевдо-стиль? Это когда вы посмотрели, например, какую-то неправильную пропорцию, какую-то интересную миксовку, и попытались ее повторить, но при этом не учли канонические аспекты, связанные с композицией, с пропорциями, с возможностями нарушения. Потому что иногда это смотрится комично. Следующий антитренд – это вещи с чужого плеча. То есть, например, если ваши линии тела более плавные, а вы надеваете вещи для девушек, которые более острые по своей фигуре, то, конечно, идет отсутствие вот этой интеграции. И получается, опять-таки, это какой-то антитренд и антимода, даже заблуждение в какой-то степени в стилистике. Но и такие массовые антитренды – это леггинсы с короткими топами, это всевозможные сетчатые колготки, это неправильная носка изделий и так далее. Антитренды, я думаю, что это все в обтяжку, короткая, обтягивающая одежда, вызывающая, не знаю, какие-то реакции. Ну, в общем, одежда должна быть комфортной, удобной и вам идти. Я точно знаю, что сейчас носить нельзя. Можно будет носить не только можно будет носить, но будет очень модно через полгода. Например, резинки из наших 90-х объемные или крабики, которые сейчас антитренд этим сезоном, осенью зайдут с такой популярностью, это будет очень модный аксессуар. На смену еще вчера популярным маркетам сегодня приходят события, подобные этому фэшн-дню, где можно не только познакомиться с творчеством местных дизайнеров, но и узнать много нового, интересного, персонального, связанного с модой и стилем. Европейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекции. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК «Горки», второй этаж. Проект «Доступная пластическая хирургия из Милана» – это консультации, операции, а также модные косметологические процедуры врачей из Италии. В их числе доктор Гайя. Сертифицированный на территории России итальянский пластический хирург. Автор уникальной методики нитевого лифтинга. Член Европейской академии лицевой пластической хирургии. На его счету более 10 тысяч операций по коррекции лица и тела. Европейская эстетическая концепция. Курс на естественность и индивидуальность. Достойное качество материалов и высокий уровень медицинской помощи. Попасть на прием в Челябинске или Милане можно через врачей-координаторов Центра Арт-Медика. Летний день одной цены в тессуре. Жаркие цены на часть коллекции тканей. Салон ткани тессура на Тиберязьево, 26. Имидж-клуб Светлана и модельное агентство «Эксклюзив» представляют конкурс «Бэби-модель-2018». 26 июня. Дворец пионеров на Аламполе. На подиуме юные участницы от 5 до 15 лет. Партнер конкурса торговая марка «Добрый пекаль». Заказ билетов 263-57-37. Подробности на сайте светлана74.ру. Это «Бьюти Тайм» программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Персональная выставка – важное событие в жизни художника. Особенно, если ее открытие совпадает с днем рождения. Валерию Плотникову знают в нашем городе как руководителя детской студии живописи. Взрослой аудитории она известна как автор портретов. Это чувство, любовь и красота. Все эти портреты пропитаны эмоциями для меня и для людей, которые их получили. Они вызвали бурю, такую бурю чувств. И вот я собрала действительно такие портреты, от которых были потрясающие отзывы. Для меня это очень важно в работе – показывать эмоции, любовь и взаимодействие персонажей. В числе гостей презентации в основном друзья и партнеры по различным проектам. Большинство из них хорошо знают друг друга. Дружеское, теплое, душевное мероприятие, где собраны интересные картины Валерии, которые она умеет делать красиво, с душой, с любовью. То есть интересные люди, много очень друзей и много новых людей, с которыми можно пообщаться, поделиться опытом и познакомиться. Мы с Валерией знакомы давно, уже порядка 10 лет дружим. Мы сейчас ведем совместный проект. Мне очень нравится, как она рисует, но все не могу попасть на ее мастер-класс. Мне кажется, это очень красиво, круто. Рассказывала о нескольких своих картинах, которые смогла написать в течение одного часа. То есть настолько ее вдохновили люди, и случилось все это на одном дыхании. То, с каким вдохновением может работать Валерия, гости выставки смогли оценить в рамках этого арт-перформанса. Картина родилась буквально за 5 минут прямо на глазах у зрителей. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. Летние платья – тема многогранная, поскольку вариаций с цветами, принтами и силуэтами существует огромное количество. При определенной подаче все это может быть актуальным. Полоска морская и полоска абстрактная, длина миди или макси, приталиного или свободного силуэта. Все это встречается в коллекциях сезона. Яркая и выразительная идея летнего гардероба – платье с цветочным принтом силуэта Диор. Прелесть его в том, что носить можно и с босоножками, и со спортивной обувью, хоть каждый день, хоть по праздникам. Платья темно-синего цвета и лаконичного силуэта стилисты любят называть базовыми. Но даже с такими характеристиками они могут быть абсолютно разными по характеру. Каким бы ни выдалось лето в этом году, летнее платье нам все равно понадобится. Тем более, что большинство моделей сочетается и с тренчем, и с бомбером, и с теплым кардиганом. Продолжение следует... Клиника Формула. Мы в самом центре Челябинска. На Кирово, 159. Имидж-клуб Светлана и модельное агентство «Эксклюзив» представляют конкурс «Бэби-модель-2018». 26 июня. Дворец пионеров на Аламполе. На подиуме юные участницы от 5 до 15 лет. Партнер конкурса торговая марка «Добрый пекарь». Заказ билетов 263-57-37. Подробности на сайте светлана74.ру Проект «Доступная пластическая хирургия из Милана» это консультации, операции, а также модные косметологические процедуры врачей из Италии. В их числе доктор Гайя. Сертифицированный на территории России итальянский пластический хирург. Автор уникальной методики нитевого лифтинга. Член Европейской академии лицевой пластической хирургии. На его счету более 10 тысяч операций по коррекции лица и тела. Европейская эстетическая концепция. Курс на естественность и индивидуальность. Достойное качество материалов и высокий уровень медицинской помощи. Попасть на прием в Челябинске или Милане можно через врачей-координаторов Центра Арт-Медика. 775-19-88 Вы смотрите Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. Субтитры сделал DimaTorzok Моя личная идея была, чтобы назвать его Пушкин. Очень запоминается в парке Пушкина. И сразу родилась концепция связать это все с Пушкиной. У нас немного интерьера с нотками той эпохи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Все сюжеты Beauty Time, новости и анонсы модных событий на нашем YouTube-канале, на сайте bt31tv.ru и на страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу beautytime, нижнее подчеркивание, tv. А на этом выпуск завершен. До встречи. Команда Beauty Time ТВ благодарит партнеров проекта «Модный дом я», студию макияжа «Френды» и мидж-студию «Елены Ивановой». Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok